Сегодня 7 мая и мы находимся в Ахрейне. Это город Мухарак, это не Манамо. То есть Манамо, столица, она вон там, вон где эти небоскребы. А мы приехали посмотреть тропу жемчуга и оказались вот в этом городе. Это старый город, идешь по этим улочкам вот таким вот, и я уже устала и ноги натерла, у меня две мозоли. И я говорю, мужу, хватит уже, я не могу больше. Он говорит, нет, еще немного, терпи. Но терпеть, оказывается, был смысл. Мы вот дошли до этого моста. Тут на мосту лифт. Вообще у них очень здорово с этим, все сделано шикарно для туристов, все шикарно. На лифте вот спустились вниз с моста, зашли вот в это здание. Тут музей бесплатно, все бесплатно. Вот, там туалеты есть, кондиционировано все, все шикарно. И оказались вот на таком прекрасном месте, откуда уходить уже не хочется. И я уже сижу и думаю, это того стоило. Это стоило того, чтобы потерпеть и натереть ноги, чтобы оказаться в таком месте. По дороге, когда шли на эту, по этой тропе жемчужной, да, жемчуга мы не встретили. Не увидели, в смысле. Не было жемчуга. А вот люди попались, шикарные, жемчужные люди, золотые, драгоценные. Один парень охранял, ну не охранял, ну секьюрити, наверное, тот, кто следит за порядком. Вот, в начале музея. Он подошел к нам, говорит, вы посмотрели, как идти по этой тропе? Мы говорим, нет, мы сразу пошли. Он говорит, ну вот, вот здесь карта, посмотрите. Муж спросил, откуда он сказал, из Кении. Ну, у нас тут сразу воспоминания поперли. Как мы были в Кении у Наташи, как наш, Наташин муж нас учил есть у Гали руками. Потом я вспомнила эту песню кенийскую. Акуна матата. Да, Питер прям аж прослезился о парне. Этого парня звали Питер, как всех, кто в Кении, их всех Питерами там зовут. У него аж в глазах слезы. Муж спросил, сколько ты уже, как уехал из Кении? Он говорит, 7 месяцев. В Кении у него жена, трое детей. А эту работу он нашел по интернету. И вот оказался здесь, в этом мухараке. Потом идем по городу, вот этому по узеньким этим улочкам. И девочка с мальчиком бегает, играет на машинке. Девочка увидела, что я неправильно не свернула за мужем. Показывает мне, вот он туда пошел, типа забудешься. И я остановилась, и потом познакомилась. Они за нами ехали. Ее зовут Питер Гелия, а мальчика зовут Мухаммад. Сфотографировались с ними. Ей 8 лет, мальчишке 5. Но сегодня суббота, они поэтому не в школе. Выходной день. Пятница, суббота здесь, в Бахрине. С 2006 года выходные дни. А до этого были четверг-пятница. Но получалось тогда, они же с Европой работают, 4 дня нерабочие получаются. Четверг-пятница, суббота-воскресенье. А теперь у них вот так, пятница-суббота, выходные. Много для туристов сделано. Вот прям реально заметно. Кофейни есть, вот эти вот места отдыха, крытые остановки. То есть все удобно. В Бахрине нормально. Нет, это не тяжелая страна для путешествия. Мы вот с мужем говорим. Мы так на Бахрине не рассчитывали. Как-то считали, что ерунда, ничего интересного. А вот 2 дня уже здесь и нравится. Погода, 34 градуса. Вот сейчас великолепно. Все нравится. Всем привет из Бухарака. Это Бахрейн.